Отчет можно было и не проводить. Итоги подвели во время празднования юбилея. Но традиции и порядок превыше всего. Это отличительная черта анапского казачества. А еще надежность и воинский дух. В самую трудную минуту я могу на них положиться. Так было во время крымской операции. Они стояли на Чангаре, перекрывали границу, чтобы не пришли бандеровцы на территорию полуострова, не устроили там беспорядок и не сорвали референдум. Но когда в Симферополе ситуация накалилась, когда там был главный избирательный участок, надо было охранять Верховную Раду и Совет Министров, мы казаков анапских, как надежных, сняли с Чангарой, направили в Симферополь, они охраняли, так сказать, центр государственный. Сегодня в рядах анапского общества без малого 2200 человек. Они несут все виды государственной службы, предусмотренные для казачества по закону. В том числе и охрана государственной границы, оказание содействия соответствующим структурам пограничным в охране госграницы. Это тоже очень важно, потому что другие районные общества в силу своей расположенности не имеют таких дружин. Дальше. Отличники по охране общественного порядка. Очень серьезно поставлена работа. Одна из самых организованных и мощных дружин. Особое внимание к вопросам работы с молодежью. Это и военно-патриотические мероприятия, и спортивные соревнования, где Анапа всегда занимает лидирующие позиции и наставничество в казачьих классах. Воспитание достойного поколения – одна из главных задач. Мы не для кого-то же делаем, а для себя. Мы отвезли детей от личных иркодетских казачьих классов в город-герой Волгоград. Перед этим это в Севастополь, Василий. А еще перед этим в город-герой Керчь. То есть, мы уже на карте ставим флажки, где мы побывали. На следующий год хочу замахнуться на город-герой Брест. Прям хочется мне наших деток туда отвезти и показать эту бедную крепость. Глава Анапы дал высокую оценку участию казаков в жизни города. Сергей Сергеев отдельно отметил необходимость обеспечить безопасность на территории муниципалитета и пресекать на корню все попытки дестабилизации обстановки. Самое главное, чтобы у власти было понимание необходимости, я подчеркиваю, необходимости поддержки казачьих традиций и самого казачества. Чтобы влияние казачества проникало во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в экономике. Одинное спасибо хочу сказать за охрану общественного порядка. Это тоже тема для того, что мы будем продолжать это делать. И вот сейчас мы обсуждали и в президиуме, и у меня есть убеждение, что за это надо платить. Бесплатно ничего не бывает. Если мы будем платить, то у нас появятся профессиональные казачьи. Пусть они будут добровольные называться, пусть будут профессиональные, как угодно пусть называются. Но у нас будет, прежде всего, порядок, покой. И мы будем уверены в том, что на нашу территорию не придет никто с грязными крамольными мыслями. Спасибо вам за работу. Поздравляю вас с наступающим государственным, самым большим нашим праздником Днем Победы. Спасибо. Спасибо.